Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта в студии Павел Михно. Футбольный клуб «Локомотив» в ближайшую субботу встретится с реческим спутником. Матч пройдет на стадионе с дюшор номер 8 в 14.30. К слову, представители второго гомельского клуба «Зелёно-белая», «Милован Капор» и «Дмитрий Дударь» провели мастер-класс для учеников средней школы номер 59. Школьники основательно подготовились и даже устроили небольшую пресс-конференцию. На ней они спрашивали игроков футбольного клуба «Гомель» о кумирах, начале карьеры и о том, как стать хорошим футболистом. Гости отметили, главное – желание играть и правильно относиться к своим ошибкам. После пресс-конференции начался мастер-класс. Дударь работал с учениками в воротах, а Капор показывал упражнения для полевых игроков. Они хотят просто учиться, и это очень важно, потому что я тоже был в молодежи и хотел учить что-то каждый день и играть в футбол просто. Но я очень рад, что они хотят заниматься футболом вообще. Цель таких тренингов – показать реальный футбол лучше виртуального. Футболисты надеются, что увидят участников мастер-класса на стадионах. Завершился мастер-класс «Автограф-сессии» и совместными фото на память. А игроки «Гомеля» пообещали приложить все усилия, чтобы хорошо выступить в чемпионате страны. В «Гомеле» прошел открытый кубок Гомельской области по мини-футболу среди незрячих категорий «Б1». В турнире участвовали команды из «Гомеля», «Витебской области», сборная Москвы и национальная команда «Беларуси». По итогам турнира первой стала дружина россиян, серебро досталось сборной нашей страны, а третье место завоевала команда Витебского региона. Гомельчане заняли последнюю строчку турнирной таблицы. Это первый значимый турнир в истории «Гомельской команды» и один из этапов подготовки – чемпионат Европы для сборной Беларуси. Они не все-таки еще подтянуты спортивные, мы потихонечку работаем, но есть огромное желание посмотреть, как они бегают с теми наравне москвичами, которые, эти ребята, которые тренируются с маленького возраста. Если есть кто-то услышит это, есть возможности, то на базе нашего центра мы ждем всех. Открытый областной турнир имени Юкова пройдет в Гомеле. С 6 по 9 марта в областном центре соберутся сборные Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Азербайджана, Молдовы, Киргизии и Украины. Спортсмены 2001-2002 годов рождения будут бороться на призы абсолютного чемпиона СССР по боксу и обладателя хрустальной перчатки Алексея Юкова. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь 4.